Вклинилась в нашу жизнь методика 421, и она внесла изменения в линейку наших курсов по сметному делу в учебном центре «Специалист». Ну, заявленных 30 пока 6 человек, но я вас рада приветствовать. Вижу своих слушателей, которые обучаются сейчас. Вижу, обучались ранее. У нас даже записано слушательница, которая в 2011 году обучалась сметному делу и сейчас, наверное, подключилась, потому что, во-первых, у нас тогда не было такого курса отдельно. Во-вторых, наверное, хочется что-то узнать по новой методике. Но вообще мы даем базовое образование уже на века и, в общем-то, сметчиками становятся уже сами как бы плывут. Но семинары мы, конечно, рекомендуем подключаться, да, что-то узнавать новое. Меняется у нас и линейка курсов, и данный курс тоже технологии составления смет, он будет расширен. Он будет расширен в дальнейшем. Ну, пока вот так вот. Значит, со мной знакомы у нас два преподавателя, сейчас специалисты по направлению сметное дело. Это я, Шарова Наталья Владимировна и Малютина Надежда Николаевна. То есть мы ведем этот курс и его обновили в связи с выходом новой методики. Ну, пока, может быть, народ собирается, давайте. 29 лет, скоро будем, уже юбилей у нас будет в этом году, будет уже 30 лет, 10 ноября, как основан учебный центр, специалист прим. ГТУ имени Баумов. Ну, более миллиона выпускников, действительно, я вам и на наших занятиях все время говорю, что это учебный центр, в общем-то, достойный, действительно, номер один. Потому что столько курсов, наверное, нигде нет. Но по сметному делу тоже, конечно, мы стараемся по нашему направлению создавать, чтобы у нас все было. Разные темы, разные курсы. Опять же, у нас не так, что вот прошли семинары, вот как сейчас, да, изменился, например, МДС-35 поменялся на методику 421, и везде идут вот такие вот семинары, разовые семинары. У нас постоянное обучение, вы можете в течение года выбрать удобную группу, подключиться в удобное направление. И, в общем-то, мы вас готовим по разным направлениям, вы уже, как специалист, выходите именно в сметчик, да, сметчик, вполне состоявшийся. Вот как раз курс тех смет, о чем мы сейчас говорим, он дает вам практику составления сметы. То есть вы можете смело прийти и сказать, да, я составлял сметы вот на такие-то виды работы. Ну, сейчас мы дойдем до линейки. 35 тысяч корпоративных клиентов, и, ну, наверное, представляете, что это за клиенты корпоративные, это крупные компании, 50 учебных классов, несколько площадок у нас, 250 преподавателей и более тысячи курсов. Ну, сметное дело, как бы мы тоже с Надеждой Николаевной держим, стараемся держаться на уровне, нам на уровне. Ну, гарантия качества, конечно, мы обеспечим, результат, гарантия результата. Средства вложенные не пропадут, не пропадут. Ну, вот я говорю, если я рада видеть тот, кто у нас учился несколько лет назад, значит, они пришли вот за каким-то курсом, который появился, наверное, да. Но гарантия того обучения, которое было, ну, конечно, сохраняется. Расписание, очень удобное расписание. Вечерние, дневные, ночные вебинары. Ну, ночные нет, конечно, но можно, очное обучение, можно также, вы можете ночью обучаться. Если вы на открытом обучении, укладываются вот блоки наши, вы можете в любое время, конечно, обучаться. Вот все формы обучения и, пожалуйста, выбирайте ни в одном вот таком центре. Любой курс даже, если взять, вы не найдете, чтобы была целая линейка. И постоянное расписание, оно делается за полтора года. То есть вы можете подобрать по расписанию за полтора года, когда вам удобно обучиться, да. А в других центрах, вот набираются группы, есть занятия, не набираются, может и не быть. То есть не случайно у нас все как бы запланировано. И даже если слушатель, один-два слушателя, все равно это занятие не пропадает, как правило, не пропадает. Особенно сейчас, когда обучение вот по удаленке, по вебинару, ну, большинство курсов у нас идет. Ну, скоро уже будет и очное тоже, вы также можете выбирать, в общем-то, любое. Вебинар у нас как был, так и остается. Значит, что вас должна проинформировать о чем? Что в курсе тех смет тоже, значит, обучаем навыкам подхода, как я уже говорила, составлению смет на разные виды работ для дальнейшего использования в профессиональной деятельности. Именно вот этот курс. Ну, в нашей линейке курс мы находим вот здесь практику. Он идет обычно третьим уровнем. Он идет третьим уровнем после сметного дела, основы. Ну, если у вас есть, вы минуете этот курс. И вот я как бы должна вас протестировать, но вы просто поставите мне плюсик, если у вас уже есть опыт, если вы сметчик, если вы прошли линейку курсов, вот сметное дело, работа с программой сметеру или гранд смета. И практика, он идет третьим уровнем. То есть получили основы, азы теоретические, получили работу, навык с программой, то есть основные подходы работы с программой, а дальше посоставлять сметы. Некоторые учебные центры, все в одном курсе. Я не понимаю, как в одном курсе можно все смешать, все вперемешку, включая проектные работы и получить какой-то результат. То есть должны быть ступени поэтапные. Вот третья ступень у нас – это практика. Набить руку на составление смет, проще говоря. Вот так. Ну, некоторые перескакивают, правда, это не очень здорово. Но вот экспертиза, она должна быть в конце. То есть когда вы уже все знаете, уже как эксперты проверяете. Ресурсный метод у нас пока в стороне, но сегодня мы по вашей просьбе поговорим о нем. То есть еще раз напомню, как мы считаем ресурсным методом, но мы ждем в ГИС. В ГИС, опять же, в разрезе 421 методики, она здесь немножко попыталась нам срезать руки и сказать о том, что да, Гессон есть ресурсный метод, он как бы законный, но пока его нет, пока не будет в ГИС. Но мы обходим, мы не даемся, да, себя поймать и ищем пути, как выйти вот из такой формулировки. А выход, сразу скажу, очень прост. У нас в этой же методике есть такой, если невозможно посчитать, да, нет расценки, нет норматива какого-то, то можно ресурсным методом по трем коммерческим предложениям. Вот уже это выход раз, да, то есть найти удобные на моменты 421 методики и, как говорится, тупо, ну, как бы следовать указаниям этой вот методики тоже не надо, да. К чему нас склоняет с вами экспертиза и даже круг, контрольно-ревизионное управление, счетная палата и так далее. Мы находим в этом же документе какие-то противоречия или лазейки и говорим, а вот мы можем, у нас нет того-то, того-то, мы не можем выбрать по нормативу, мы вынуждены брать вот так. Ну и как яркий пример, это, конечно, строительство за рубежом объектов государственной недвижимости, строительство или ремонт или реконструкция. У нас осталось еще в зарубежных странах, в том числе в странах бывшего Евросоюза, да, Прибалтика там, да, и так далее. То есть у нас недвижимость там есть, и она действующая, мы должны проводить ремонт, и они, чтобы запустение было, да. Кроме того, у нас есть и новое строительство, у нас есть специальная структура, которая занимается этим, и они строят и в Англии, и в Японии. То есть и как мы должны делать? Мы делать должны ресурсным методом, то есть нормы наши, а цены того государства. Мы сегодня еще поговорим о 317 методике. Я боюсь, у нас с вами немножко затянется семинар, поэтому будьте готовы подольше. Тут все сразу невозможно уместить, да. Составление сметно-проектной работы, ну, конечно, отдельная тема. Отдельная тема. Очень плохо составляются у нас метабюджетные, именно бюджетные бюджета Российской Федерации по проектным работам. Потому что, несмотря на то, что там одно действие, но выбор правильного сборника, выбор расценки, выбор стадийности, выбор относительной стоимости разделов, применение формулы интерполяции в большую-меньшую сторону, интерполяции формулы более сложные по сравнению с СМР, ошибки постоянно, постоянно. Здесь, скорее, нужно умение сметчиков требовать техническое задание, чтобы все параметры были. Ну, собственно, как и в СМР. Отдельный курс, отдельный, он тоже большой, шесть занятий выносим отдельно, программы ПИР у нас и Гранд СМР. Подсчет объемов работ тоже вынужденный курс, потому что вот это элементы ПГС, да, не все могут считать объемы, большинство у нас и экономисты, и бухгалтера там, да, аналитики и так далее, финансисты. А вот как посчитать технологию-то, мы с вами немного здесь технологий, а подсчет объемов работ у нас вот с вами, ну, они пересекаются, но здесь мы как бы объемы считаем, да, как подойти к разным видам работ, материалы, объемы материалов с нормой расхода, это все вот у нас здесь в этом курсе. А технологии, да, мы как бы должны представлять, что мы делаем, что мы строим, что мы ремонтируем и, соответственно, выбирать сборники и расценки. Администрирование ПК у нас вынесено с мета.ру в строй.софт, потому что это права администратора. Можно, ну, отличительное, особенно, максимум практики. Здесь теории уже нет, то, что мы с вами проходили, здесь уже нет. Но какая теория может быть? Теория только связана с технологией самого процесса, да. Она вынесена, в общем-то, в методичке или даются ссылки на нормативные документы. Вот сегодня мы рассмотрим, вот эти технологические карты, где вы можете посмотреть основы вот технологий. А так все сосредоточено, чтобы вы могли сделать смету. Вы могли сделать смету. Ну, современные методики, 20 академических часов, навыки даем, которые вам помогут в работе и, ну, соответственно, удостоверение. Значит, методика 421, почему мы немного поменяли, в связи с чем этот семинар, опять же, это методика. 421 методика содержит обновленные формы локальных смет или сметных расчетов. Новые требования к заполнению, оформлению локальных смет, ну, какие-то математические расчеты, как, например, округление до семи знаков, да. Вот эти новшества, вот эти вот методики, они, конечно, отразились и на программных комплексах. Грант смета и смета.ру. В большей степени грант смета. С мета.ру нам пока ничего дала то, что мы хотим, но работа там продолжается. И методики выходят. Не только 421, мы сегодня должны затронуть с вами другие новые методики, которые вышли, чтобы вы хотя бы себе ссылочку, чтобы все это у вас было. Вот в связи с этим такие вот изменения. Но на семинаре мы с вами, смотрите, мы с вами составляем сметы ведь не только бюджетные, да, бюджеты, имеем в виду Российской Федерации, но и также городской заказ, бюджет города Москвы, где у нас отдельная смета, база. Поэтому мы также работаем в базе ТСН МГН для города Москвы. То есть ряд смет у нас составляется в ТСН. Ну и опять задание, которое там, ну а зачетных заданий у нас нет в этом курсе, потому что мы так, каждый смет это ваш зачет, то есть каждая составленная смета. И базы мы стараемся как-то чередовать, да. В основном фэр, поскольку новая методика, все, но также оставляем для бюджета Москвы, конечно, тоже навыки, потому что большинство все-таки в Москве работают. Программа, модуль первый, значит, состоит из, ну, пять занятий, ну, где-то шесть модулей, пять-шесть модулей. Первая это разработка на ремонт и реконструкцию. Здесь мы с вами разбираем как реконструкция, как новое строительство, ремонт, как ремонтные сборники. Вот модуль первый, он даже на два занятия, на два занятия предназначен. Технология смет на дорожное строительство. Или мы берем спортивные площадки, это уже московская база. Берем на примере строительных площадок, ну, со всеми слоями там и так далее, да, необходимые. Монтажно, строительно-монтажные работы, это инженерные сети. Опять мы по фэрам берем, 421 методика, но иногда меняем на ТСН. И составление смет на локальные слаботочные сети, локальные интегрированные сети. Ну, мы берем локальную пожарку, мы обычно берем, или вентиляцию, автоматику вентиляции и электромонтажные работы. Здесь мы частично составляем, частично рассматриваем готовые сметы. Мы не всегда с вами, да, иногда готовые смету и по ней, как бы, да, идем, или по спецификации, в зависимости, ну, по-разному, как мы успеваем. Укрупненку мы с вами составляли в НЦС на первом уровне, поэтому здесь, как факультативно, только для тех, кто не работал с нормативом цены строительства. Вот, значит, первый модуль это реконструкция здания и ремонт-реконструкция. Мы берем здание по улице. А, сначала у нас разминочка идет. Разминка у нас такая, мы с вами, маленькая сметка установка снятия, установка противопожарной двери. Да, ну, всю технологию, как поставить, да, если разборка, то сначала коробка снимается, полотно, а если устанавливается блок целиком, запенивание там в проектное положение, что входит в расценку, что отдельно берется, да, потому что часто берут вот запенивание, да, двери, а оно у нас, оказывается, входит в состав работы. Вот, часто вот такая ошибка, неправильно, но все, вот комплексная расценка. Это небольшая разминка, вспоминаем базу, и вы делаете вот маленькую сметку по дефектной ведомости на снятие, установку пожарной двери. И ремонт кровли, вот ремонт кровли тоже, она смета небольшая, тоже по дефектной ведомости ремонт, это вот как разминка, да, ремонт кровли, да, по дефектной ведомости. вот тоже работа смотрим какие-то берем какие-то входят а дальше реконструкция здания на полянке вот это здание большой полянки которые сразу из метро и я советую побывать тут теперь какой-то кафе нтс кафе она здесь все серии кафе идет вот это вот здание нас проект его и с вами рассматривать эти большие блок окна до витражи вот это вот все у нас с вами есть реконструкции давно уже была еще в 10 году она начиналась 2010 год 10 лет но здание готовка для строительной площадке да это по московской базе здесь такой дается техническое задание это программа города техническое задание берутся металлические это вот площадке площадке ремонт спортивных площадок которые должны были по москве пройти вот меняется ограждение то есть дается техническое задание на установку металлического ограждения как элемента асфальтовое основание какие слои какие покрытия эти резиновые разметка их и так далее установку там пород разных установка стоит потому что здесь и в теннис и волейбол все это должно быть поставлено и сейчас это ремонт это старых микрорайонах а в новых домах у нас как вот эти вот спортивные площадки должны быть на территории на территории дома конечно некоторым тот же теннисный стол или вот этот вот волейбол по ночам конечно достают и я понимаю но что делать эта программа город даже с вами вставлять сметы на эти моменты инженерные сети здесь мы берем с вами пожаротушение водяное пожаротушение тоже на видите небольшая сметка но по спецификации и проект если нужно там проект смотрим он есть как бы ну сама берем по спецификации электромонтажные работы у нас тоже с вами есть смета проект на электромонтажные работы до щит и выключатели кабельная продукция отдельно как вот составлять смету нам автоматически выключается щит и обязательно кабель кабель канал журнал и вот мы с вами как бы составляем металл на электрику на слаботочные системы я вам говорил это в основном либо пожарка либо автоматика вентиляция ну вот сейчас автоматика диспетчеризации бассейна да то есть чертеж есть спецификация она тут тоже небольшая кабель щит управления тут всего щит управления но тоже мы рассматриваем рассматриваем это кабельный журнал и успеваем обзор на кого пусконаладочные работы не глубоко потому что на пусконаладочных топ электрики что по кондиционированию что автоматизированная система хоть на примере пожарки очень часто это конечно отдельная тема отдельный семинар который пока мы еще не внедрили но будет ближайшее время ну и давайте а так народ прибавился до ничего не сказал потихонечку до присоединились этика я отмечу вы посмотрите кого я не отметила бежит татьяна пилипенко появилась на натали людмила и марина людмила марина если можно фамилию напишите потому что я не хочу сейчас чтобы вы переделывали эти имена полностью писали мне просто напишите в чате и все марина и людмила пожалуйста мило наверно пасхи надал и марина оккина правильно сейчас я сохраню но остались я не знаю куда прийти к концу семинар видите сколько записал наверное суббота суббота но в записи будет поэтому можно будет прослушать так и мы возвращаемся к семинару у 421 методики конечно что она нам принесла нового но я что хочу сказать если вы сметчик опять я не буду сейчас делать опрос если вы сметчик то 421 методика вас и делали все правильно и грамотно принципе она не должна вас коснуться никоим образом только выходная даже если вот все что мы сейчас рассмотрим я на своем примере для меня новостью только было округление до 7 знаков при перемножении коэффициентов потому что раньше противопоказывать отдельно каждый коэффициент все остальное как делали так и делали как были понятия так они остались поэтому для новичка может быть эта методика да вы начнете с азов по этой методике она будет для вас много но 35 мдс который у нас 20 лет был до он в общем то все равно основа оттуда да и изменения если правильно делать и не должны вас задеть и коснуться давайте разберем значит методика определения сметной стоимости реконструкции капитального ремонта сноса и памятников культурного наследия раньше просто методика строительства но мы понимали что строительство это не только новое строительство это конечно ремонт реконструкции сноса были и тем более объекты культурного наследия которыми минкуль занимался не один десяток лет да мы все это понимали что каэс капитальное строительство которое нас обозначается с вами в каэске каэс 2 до дали строились это не значит что только новое строительство но это смешно но и представляете были и со стороны заказчиков и проектировщиков даже которые могли такую глупость сказать что но вы знаете только новое строительство вот чтобы такого не было непонимания вносится разъяснение кроме того вот это вот разъяснение что это реконструкция капремонт это у нас и в гражданском кодексе поскольку мы в правовом поле с вами и других и в сто сорок пятом постановлении да то есть вот все что в других и сорок четвертом теперь все это расширено развернут для тех кто не понимал что к объектам капитального строительства относятся не только новое строительство нового нет не могу если вы с вами понимали мы так понимали ну теперь будем точно а вот то что определяет значит методика определяет методы формирования стоимости на этапе архитектурно-строительного проектирования опять нам поясняют что должен быть проект основание чтобы делать смету но я до сих пор вот присылает мне на работе начальница даже пишет и замы там другие не то что люди со стороны наталья владеевна проверьте пожалуйста смету присылают в одном excel и наталья владеевна разворачивает обратно письмо очень приятно но мне дайте основание на что я буду пришел арифметику должна проверять на что основание основание то что это проектная документация у нас и было с вами что основание для составления сметы является проектной документации и стимето составляется и договор это все в гражданском кодексе был на основании технической документации сейчас пояснили не понимающим что не с потолка берутся данные а берутся они на этапе архитектурно-строительного проектирования значит проект или на и технической документации должна быть ну если у вас она была основа раньше опять вам не нова но единственное что здесь здесь у нас клинился 841 приказ на определение начальной максимальной цены контракт который нам говорит о том что да мы сметы составляем по единичным расценкам по тем нормативам которые назвал гиз но это только на этапе вот проектирование когда проектная смета и когда мы идем на экспертизу после того как мы прошли экспертизу она если она требуется да мы дальше составляем смету на конкурс формируем начальной максимальной цены контракта этот на 841 приказ говорит стоп а здесь нам уже не нужны и ваши нормативы убираете и да и вы можете укропнее схлопнуть расценки то есть мы уходим от этого когда когда выбираем подрядчик когда выбираем подрядчика когда готовимся к строительству все но естественно наша опять цена не должна превысить вот эту смету которая прошла экспертизу не должна превышать а если она превышает а у нас всегда превышает то в пределах 10 процентов согласно и 44 до поправку что в пределах десяти процентов мы можем доп соглашениями с вами увеличить стоимость но не больше чем на 10 процентов не нарушает правда графики производства работ со сроками это помните существенные условия договора здесь шутки плохи вот а здесь мы стараемся да даже если нам ну не хватает средств даже 10 процентов не укладывается что заказчик если это государственный он опять идут протянутой рукой просит у государства знаете у нас вот какие-то работы не вошли дайте нам еще для этого объекта и опять и казначейство с удовольствием если вы справились если вы все сделали уложились в сроки не вышли стоимости или вышли в пределах законной до 10 процентов опять 10 процентов почему она появилась и 841 44 потому что в гражданском кодексе у нас испокон веков было что можно увеличить стоимость предела 10 процентов но статья гражданского кодекса не работала потому что вот эти все наши методики не давали и закон 44 не давал возможность то есть противоречие методикой законных актов вынуждено было вот проводить вот эту реформу которые сейчас проходят чтобы один документ соответствовал другому вот поэтому да здесь у нас под экспертизу мы с единичками да еще федеральный реестр нам нужен а дальше мы конечно и я не понимаю кто до сих пор продолжает по единичкам я вот не понимаю этих заказчиков мы своего заказчика просто заставляем укропнять чтобы уходить от товарных накладных до от упд от всей вот этой документации у вас есть проект у вас есть сумма и мы как хотим так и делаем формируем смету в пределах этой суммы и обязательно вот то что в проекте те работы которые прописаны они должны быть выполнены если вас по факту получается иное делайте доп соглашение пересматривайте но опять в рамках цены и так дальше смертной документации да но то что мы говорили если мы бюджет хоть копейка 1 за копейку казначейство вас замотает эту точь бюджета государственного значит мы попадаем с вами градостроительный кодекс статью 83 где который говорит о том что мы должны с вами работать с нормативами которые включены федеральный реестр смертных нормативов опять возвращаясь к началу занятий я хочу напомнить что мы можем и обходить некоторые моменты как с ресурсным методом при определении стоимости применяется значит у нас с вами теперь разбита то гэс на выделены отдельно под ресурсные методы а раньше помните был первый уровень это гэсные фэры это федеральная база как бы федеральная база которая состояла из гэсом и фэр дальше шли отраслевые смертные нормативы и территориальные и фирменные индивидуальные теперь у нас как бы один уровень гэсон он для ресурсного метода 2 это фэр и в принципе можно объединить потому что фэр и формируется только на базе гэсон да только когда норма гэсон разработана а вот и мы с вами считаем здесь гэсон конечно нет гэсон у нас ресурсный курс ресурсный метод и вот тоже он у нас бывает довольно таки редко но я советую пройти уже будете готовы хотя я вам даю ресурсный и в основном курсе смертное дело и гранд смете вот сейчас закончилась гранд смета перед вами мы начали как раз опять базисные индексные посмотрели обязательно ресурсным методом хоть одну норму но рассматриваем и фэр и на базе гэсон можно их объединить в основном конечно вот фэр и территориальные остались расценки здесь тсн у нас как самостоятельное государство в государстве это московская база тсн мг конечно она тоже один сами сметы тоже делаем и отраслевые смертные нормы единичные расценки отраслевые как я вам говорил уже упадок был сильнейший после перестройки потеряла нефтянка потеряла энергострой потерял свои базы но осталось только ржд ржд тоже сейчас хотят у снбж как бы отнять сделать фэр но ржд держится и не отдает ну как же они монополисты что у них расценки хорошие высокие действительно достойные расценки не надо бояться базы в снбж она такая она дорогая если вы как-то соприкасаетесь тот же метрополитен у нас все вперемешку где-то железная дорога верхнее метро да где федеральная программа где московский бюджет поэтому конечно надо работать во всех базах умеет безусловно и если ржд попадает со своей базы вы хватаетесь вообще руками ногами потому что у них одна расценка стоит все сметы 1 по фарм составлен конечно вы покупаете берите и не бойтесь пока они держат свою базу но более того на 21 год у нас росатом он давно уже заказ два года уже как заказ ведет росатом разрабатывать свои расценки свою базу у нас газпром имеет свой мониторинг газпром до погас на работает но мониторинг у них свой вот доработка и актуализация этого мониторинга союз инжен это союз сметчиков но устройство строители но устрой тоже дана возможность но не знаю там пока глухо у них получится вот значит вот крупным корпорациям все-таки государство немножко извинить дала пинка надо быть надо также как за рубежом чтобы крупные корпорации разрабатывали расценки и делились государством ну пусть не бесплатно но делились государством как это делается во всех других странах дальнем с рубеже дальнего бельгия франция англия у них крупные корпорации германия а вот чехии нет чехии она чуть ли не по нашим гс например работает но крупные корпорации минс в секс американский конечно они разрабатывают и государственной расценки и фирменные расценки корпорации делятся с государством и наше государство тоже ну хватит уже перестройка давно закончилась да уже все мы как бы и пора уже устанавливать то что хотя бы было раньше да то есть и делиться с государством своими расценками поэтому вот этот уровень теперь будет обещают нам по но как они будут они будут упираться тоже им не до того только вид то еще что то будет всячески будут выкручиваться нового пока программе стоит то что они должны должны обязаны разрабатывать выделять средства на развитие в том числе на развитие нормативной базы так что этот уровень будет у нас возрождаться надеюсь вот то что мы говорили уже с вами что по 421 методики ресурсный метод которые только по вгиз но с другой стороны ниже почитаем методику а если нет данных то можно и методом прямой калькуляции также коммерческие предложения при коммерческих предложений пожалуйста но ресурс на методе я вам покажу дальше вот методики которые мы должны придерживаться чтобы не анархия вода там три поставщика и все а придерживаясь определенных методик базисно-индексный метод основной у нас и ресурсно-индексный метод но ничего не поменялось ничего не поменялось эти методы с девяносто второго девяносто третьего года закона это раз во-вторых восемь и седьмое постановление напомните вашим проверяющим в экспертизе той же если вам скажут да подождите ресурсный метод только когда в гиз скажите а вот семи седьмое постановление где у нас состав разделов проектной документации там ресурсный метод закон не постановление правительства подписаны медведев и если кто-то имеет против что-то правительство ута жоржевской значит надо поставить на место надо конечно защищать свои сметы а потому что не поможет вам экспертиза когда счетная палата будет на вас накатывать даже если будет положительное заключение экспертизы экспертиза спрячется очень она прячется на ходу буквально иногда ошибки экспертизы указываешь на не и начинается у этом ошибка гранд смет в этом ошибка в смете ру или в какой-то программе пирт да какая вам не должны быть программы у вас на вооружении возложен печатный талон бы должны понимать и знать что где неправильность его эксперт а то как отрицательное заключение может нас тут как тут а как отвечать за свое заключение перечет тут все голова в песке все попробовать и не поэтому с экспертизой да очень очень ненужный совершенно этапом ненужные он нам не помогает а сколько в крымской экспертизе ошибок вы не представляете грубых ошибок ладно какие там тон грубых ошибок не посмотрит не раскроет расценку что туда входят что не входит на оставляли такую накрученную смету но это не снимает обязанности заказчика видите и в процессе в производстве и в процессе подписания выполнения и устранять эти замечания потому что экспертиза вам скажет а заказчик платит он отвечает на протяжении всей стройки всего цикла так что вот пожалуйста наехал на экспертизу так ему надо я очень зла на ней наиболее экономичный вариант но у нас и был с вами вот этот наиболее экономичный вариант прописан в 421 а в 35 минимальная цена из трех поставщиков что здесь что здесь одно и то же мы ждали что у нас будет средне взвешенная цена помните когда выборка будет равнозначна средне взвешенная рыночная стоимость чтобы не три поставщика а выбор хотя бы из пяти но брали не минимальный вариант а среднее значение но опять что такой наиболее экономичный вариант нигде у нас этого не поэтому можете всегда сказать да у меня дороже но и качество здесь параметр качества как мы доказываем выше поэтому я беру наиболее экономичный вариант здесь еще схемы перевозки так далее конечно подключены но опять как можно уйти от этого наиболее экономичный вы выбираете вот у вас есть несколько поставщиков вы выбираете с трех самых дорогих из них выбираете минимальную все равно ли цена завышена получается правильно все так у некоторый анализ форма определенный на 5 например вот эту форму я требовала всегда будь за рубежом здесь я всегда вот такую форму требовал газпром такой примерно дает вы работали уже что ну ты ничего кто работал но теперь правда до информации до открытых источников тоже интернет мы так и брали так открыть источники как были так и оставались чтобы они были подписаны до чтобы там стояла и она все даже если вы какой-нибудь икеи покупаете чек да ну чтоб там все были реквизиты все это было пожалуйста техника коммерческое предложение понятие появляется расчетно-калькуляционные цены ну прайс-листы все это остаются и коммерческие предложения просто теперь оформление этого шифра немножко по-другому сегодня как раз в гранд смете занимаюсь вот этим формированием этого шифра быстро формируется главное стать группу нашего ресурса ну 3 3 поставщиков все то же самое осталось до новое что вот еще шесть месяцев не должно быть позднее чем шесть месяцев новенькая да субъекта конечно мы ближайшего поставщика своего субъекта мы замарим телушку полушку берем метод как был ближайший поставщик потому что нас всегда была привязка объекта к местным условиям поэтому выбирали конечно ближайшего поставщика ну и вот этот вот шифр который поначалу кажется ужасному сегодня составили буквально за секунды гранд смете а главное вам выбрать поставщика его и нэнда отродить и дальше вы пишете код группы оборудования или материала эти четыре группы цифр а книга там до раздел подраздел и таблица вы выбираете оттуда шифр есть у вас если вам искать трудно и нет у вас вот этих цифр вы да вам достаточно только вот поставить первые две цифры но материала какой книги мы отнесем в классификаторе или оборудование дальше поставить нули но вы же набираете когда расценки там уже подсказка этого шифра есть мы прям его копируете с расценки и ставите сюда если надо изменяете или обнуляете здесь вам база сама подсказывает регион какой да вы выбираете откуда поставка дата 50 регион московская область например 23 краснодарский краю 13 мордовия и далее и наставить уже его нашли дату и последние цифры 0 2 100 должно быть до 100 0 2 это без перевозки и 01 с учетом перевозки соответственно всегда брать с учетом перевозки для того чтобы нам не делать калькуляцию транспортное не составлять потом не предъявлять товарно-транспортные накладные чтобы схема не согласовывать скорость не рассчитывать уговаривайте поставщика с учетом перевозки до 30 километров как-то должны бесплатно да если вы еще и постоянно договариваетесь и старайтесь с учетом перевозки ставить но если нет вам показано какие ставить если нет этих кодов да для оборудования для мебели инвентаря часто тоже закупаем здесь вы представляете так что еще у нас интересно ну а все осталось локальная сводка затрат как была при советском союзе так она туда ушла но сводный сметный расчет обязательно объектно обязательно локальное обязательно обязательно обозначение если вы правильно обозначали для вас ничего не поменялось пояснительная записка всегда была ведомость объемов работ написали теперь обосновывающие документы потому действительно присылает одни сметы в excel и все вот ведомости объемов работ теперь для тех кто не предоставлял теперь можно ткнуть в эту методику сказать вот видите вот ведомость объемов работ давайте они с потолка берем вот ну ян при всегда требовал какое-то обоснование экспертиза всегда требует на либо проект либо ведомости объемов работ уже требует давно методики не был все остается до обозначение как и обозначалась все правильно до округления до двух знаков до копейки стебоисный индексный метод тоже у нас был в 35 мдс и правда допускалась округление но отдельного постановления решения не было поэтому всегда по весной индексным до копеек считали до ресурсные округляли до целых так и остается вот до семи знаков это новое да потому что я просила отдельно показывает каждый индекс отдельный ссылочку до поправочный коэффициент но теперь вот 7 знаков что собственно говорит да вот округляет программы этого программа конечно должны округлить но ссылки а должны остаться все равно на эти чтобы не гадать да что там перемножилось и вот сиди гадай какие там коэффициенты конечно они должны ссылки на тех части на методике 519 на 421 методику где коэффициенты и для ресурсного 507 конечно должны быть обязательно что мы взяли за коэффициенты но и тех части тоже не уже сказал если вам дает заказчик там дает какой-то коэффициент вы обязательно тоже ссылочку на протокол например совещание когда он вам дал или на доп соглашение где он дал свою какую-то стесненность тоже пожалуйста ссылку делать суки должны остаться ну теперь опять значит страхование 9 главу вернули исключили вернули теперь полтора процента да и информационное моделирование поскольку мы должны информацию все в объекте собирать чтобы информационные технологии да нам с вами развивать вот это направление нашей сфере тоже можно включить и борьбу с к видом там 300 рублей на рабочего в сутки по моему так дальше мы с вами как составляются свет инструкции получаем задание узнаем какие средства бюджетные или частные определяем какая база с этим какие виды работы смотрим технологическую карту логическую карту вам рекомендую посмотреть потому что вы много удивительного там увидите и не будет лишних дублирующих расценок или что-то будет пропущено потому что у нас технологии в основе этот курс нам ну как бы мы говорим посмотрите что входят технологии где расценки собраны в единичную до расценку операции называют а где не и очень много вопросов отпадет обижаться опять иногда экспертиза что-то вычеркивает а вы удивляетесь почему она вычеркнул а как же у нас эти работы есть а вот смотрим в составе работ в расценки а их там не мы берем а экспертиза вычеркивает но экспертиза тоже знает что по технологии в технологической карте это является вспомогательной операции она должна быть обязательно но никак не отдельно она входит в эту работу вот смотреть логически карты раньше они бесплатно везде были сейчас где-то они продаются где-то скачиваются где-то нет на взять на технологических карта на ваш весь работ обязательно посмотрите действующие нормативные базы потому что бывают ошибки бывают в проектных работах ошибки вот не всегда было попадаете в точку да ну или иное но это московская база тсн мг чтобы она тоже была действующей определяете способ ресурсный байс не индекс на ресурс или ресурсные индекс ты и какие индексы применяем если у вас базисный индекс не нет перечень нормативной документации действующей у вас должен быть обязательно это конечно сейчас 421 методик если мы применяем ресурсный метод 507 где мы можем коэффициенты посмотрите как применить норма 519 если мы с ферами работаем обязательно применение федеральных единичных расценок и здесь тоже поправочные коэффициенты здесь 519 еще у нас есть ну то чего нету в 421 но в принципе можно там и там там 421 она тоже как бы расписала но пока 519 приказ здесь у нас в целом методика а здесь конкретно для fair а одессе для тер тоже здесь только фэр и 519 а здесь это у нас идет дальше кто ресурсным методом да не просто так мы цены формируем на рынке а вот до ксении то что вы спрашивали например если это определение сметных цен на затраты труда в строительстве и 515 тогда методика где написано что где мы берем а как определяем ставку рабочих мы определяем на основании данных службы федеральной статистики роста так вот вы нашли да вот берем зарплату делим на количество часов среднее количество часов месяц по производственному календарю нашли среднюю ставку для четвертого разряда теперь четвертый разряд у нас средний раньше был третий ну а дальше вы не все как бы интерполируете по расценкам да по разрядам по разрядам и подразряд это вот обязательно на вооружение вот это либо первое мдс мдс 1 то же самое его не отменял но там отраслевое тарифное соглашение и нас некоторые радовались что все до двадцатого года больше не будет нет у нас вышло новое отраслевое тарифное соглашение двадцатый двадцать второй год также можно отморота считать отморота вашего региона через отраслевое тарифное соглашение но какую-то одну методику определяет 513 как машины час посчитать правильно и какие классность и разрядность водителей машинистов плановые ремонты и так далее 517 это сметные цены и на перевозку грузов как определять цены здесь у нас с вами однозначно рынок идет три коммерческих предложения машины и механизмы либо калькуляция полной калькуляции как вот мы с вами делали на других курсах либо берете тоже три коммерческих предложений уже стоимость машины часа вашего механизма тоже можно вот таким вот конъюнктурным анализом что собственно говоря латыши у меня делают так потому что утонуть в калькуляции да еще странах прибалтики но это просто кошмар конечно поэтому берем стоимость машины час готовы уже стоимость машины часа но минимальную да все представлены всем подписан там не только там чехии участвуют и германия кто меньше предложит то и берем но в калькуляции не впадаем конечно 33 накладные расходы пока остаются но на готове тоже возможно в ближайшее время поменяется 332 новая методика временные здания и сооружения принципе она не изменилась но в одном документе все стало по перечне между титульных временного здания и сооружений подходы те же остались понижающий коэффициентный ремонт те же остались единственное что да вот в ремонте теперь мы можем выбрать как объект в целом так и отдельные потому что часто выборочный ремонт капитальный у нас идет не здание в целом а каких-то элементов там мы можем выбрать и тоже взять временное здание титульные нормативные ну а принцип остался тот же посчитать можно либо сметой либо нормой через эту методику но закрывать по факту наличия зимнее дорожание пока остается 774 прибыль у нас изменилась до прибыль теперь изменилась новая методика с 31 марта наступит в силу как и изменение 5 с 31 марта будет пока у нас старый 25 мдс но посмотрите здесь упала на 20 процентов в среднем снизились норма накладных расходов норм смертной прибыли это жутко не знаю кто будет строить не знаю 317 этот как раз методика за пределами российской федерации то что говорила и она пересекается из 421 и вот с этими методиками определение ресурсным методом там прям четко сказано да нормативы наши грязные наш но если в странах вот этих отсутствует вот эти нормативы не принято значит надо прислушиваться к их нормам уж не говоря о ценах существ живет ресурсными тут живет надо его хоронить раньше времени до в гиса когда мы кисты ждем все не знают и вот она хотела разобрать примерно времени совершенно нет так уже мы почти час это устройство металлической лестнице с фундаментом ну вот такую разбираем то есть какие-то данные у нас есть здесь у нас с вами данные в этом листе по фунде разработка эти как требую ведомость вот не был оставила а правда исполнителя но это будет и корректировка проекта ведомость объемов но не выполненных работ работа вот работы то есть разборка покрытие тротуара а то ведь ничего не дали что разбирается чего вот она разборка разработка грунта сколько кубов группа грунтов обязательно устройство песчаного основания если мы посмотрим технологическую карту с вами на устройство вот этих фундаментов для монтажа конструкции да под какую-то конструкцию увидим что еще щебень подсыпается но здесь у нас район сочи и спидно каменистым достаточно почвы здесь только песок подсыпается ну какой особенность да можем и щебня обойтись а так все армирование фундаментов и закладные детали до закладные очень тяжело у нас проходит потому что действительно закладная деталь должна быть не просто какой-то анкерный болт поставлен а чтобы на ней потом несущие конструкцию восстанавливать она в теле бетона находилась и так далее вот это вот мы разбираем потому что часто в сметах очень любит высокая расценка устройства закладных деталей на самом деле это далеко не закладная деталь далеко не закладная ну закладная то который будет нести какую-то несущую нагрузку вот такую способность поэтому тут вот технологические карты конечно надо смотреть и бетонирование бетон это да а под монтаж лестнице под монтажной конструкции тоже дано спецификации но у нас с вами как бы собирается что сделала смеется например собрала весь тоннаж то она же есть масло того и вот это вот стоимость все я бы на ее месте это изготовление лестниц я бы отдельно площадки сделал кассауры отдельно бы сделала но взяла вот разделила бы не просто там средняя она поставила металлические все и взяли изготовление изготавливать настройки недопустимо не допустим изготавливается на базах понимаете монтаж есть монтаж ну наталья хорошо я думаю можно потихонечку покидать записи я все-таки дочитаю потому что запись останется я думаю вы попросите запись она останется вот но изготовление вот она собрала так ну так так заказчику как генподрядчику нам удобно что так меньше и дешевле получилось я бы конечно просто поборолась по вот технологические карты монтаж металлических летниц площадок и ограждений много удивительного найдете и работы вспомогательные а грунтовка окраска и так далее и вот это к 0404 технологических карт устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента тоже вот вам пригодится так и индексы индексы поскольку это район сочи у нас амбаши единый индекс но есть ряд исключений ряд исключений есть это четвертый квартал двадцатого года у нас некоторые регионы имеют по статейные индексы по статейные индексы вот письмо дал четвертый квартал пока был крым политическими особенность крым у нас по статей на не один единый индекс у нас с краснодарский край сочи том числе вода на что смет потому что это ремонт бассейна в сочи и как ни странно в рязанская область но рязанская область она всегда давала по статейные индексы свои прямо автоматически автоматизированы у них были еще в дальние времена когда у нас с вами были по статейные когда-то давно рязанского возда отличалась вот к ней тоже есть по статейные то есть можно брать по статейный к фэрам фэрам я сейчас говорю про федеральный бюджет почему попала рязанская не знаю крым понятно развивать сочи развивать чуть-чуть в рязани я не поняла даже московская область не имеет и москва не рязанская область иметь но это радует только будет кому-то хорошо но то ложится видите здесь оплаты не 896 как единый индекс а краснодарск украина а 2031 нормально люди получат зарплату они 15000 месяц рабочий будет получать материалы свой индекс конечно поменьше эксплуатация машин кросс 896 но вот по статей и это все нам говорит о том что мы настройки в программе должны делать по статей надо как требует методика теперь текущий уровень должен быть каждой расценки но если у нас дается один индекс то у нас будет зарплате материалам механизм один индекс номер 896 а здесь где по статейные регионы мы с вами загружаем по статей как это делается в программе в каждой по-своему мы вспоминаем на курсе нашим текст нет мы еще раз вспоминаем как настроить и продолжаем дальше дальше вот мы взяли ведомости объема в том что мы с вами смотрели с объемами да со всеми и начинаем составлять смету вот здесь настройки опять же гранд смете да я показала на новую базу мы берем это у нас ремонт это ремонт у нас детского центра поэтому мы должны выбрать ремонтные работы ремонт жилых и общественных зданий рж вот в настройках прям первых с попозиционной индексации по статьям потому что мы должны с вами видеть вот эту вот настройку дальше что мы еще должны перемножение после семи знаков после запятой уровень поставить текущий и методика 2020 поставить галочку методики 2020 это вот все новое в настройках округление мы не берем до целых оставляем как раньше здесь стоял автоматически округление что еще мы смотрим база газ информации 4 а с 31 марта будет изменение 5 мы должны это с вами указать выбрать регион досуге краснодарский край например что еще но индексы по статей не в каждой позиции . раньше мы не используем брали единое да вот по письмо минстроя сейчас по статей на по позиции чтобы у нас был выходной документ корректный с вами индексы как мы прописываем индексы к позициям настройки и прописываем если это сметру индексы также не по сводному а по статьям вы выбираете назначение индексов и прописываете вот эти индексы но они одни не новых выбирайте к объекту объектом здравоохранение объект медицинский центр детский объект здравоохранения взяли вот мы индексы по статей на и выбираете объект такой у вас и оттуда индекс один раз за носите пишите что это вот как бы строительно монтажным работам к оборудованию отдельный до письмо нас оборудование на все регионы нас один индекс к оборудованию отдельно там будет пусконаладочным работам свой индекс вот так вот по видам работ можно сразу все расписать и потом уже назначать соответственно к позициям также привязка к виду работ теперь новую к виду работ можно привязать временное здание и сооружение сегодня мы делаем 332 методика подбираем для временных ну вот крыши берем потому что как бы это лестница другого другое не подобрала ближайшая это было все-таки кровля это лестница металлическая на кровлю для обслуживания бассейн и вот к элементу не полностью ремонт не всего зданий элемент поэтому соответственно выбираем временный по новой методике если в зимнее время то это работа в зимнее время цели фасад подобрали по фасадам свой какой-то коэффициент можно в локальной смете мы не должны ставить но здесь для примера если роли локальные объекты сметы берет локальность методу справочно можно показать вообще-то сводном сметном расчете конечно остались это ндс до ндс так что у нас еще свойства мы до обозначение по новой методики теперь да как и положено локальные сметы и локальный сметный расчет номер главы сводного сметного расчета номер объектной сметы и номер локальность также пишется на именование объекта и так далее набирали подбирали расценки индексы все вот дальше делается автоматически и итоге у нас получается эти базе сном и в текущем мы выбрали здесь вот локальная смета по методике 2020 текущим базис нам и индексы пересчета каждой статьи каждой расценки у нас уровень и такой и такой ну а как формировать классификатор но тоже надо на отдельно показывать в программе так в косметику поставить галочку применить индексы по 421 методики по приказу и тогда у вас до назначаться все как надо и назначаете индексы не сборник индекс сборник индексов это автоматическое назначение а индексы по смете в целом но по статей но но по статей но выходную форму нам пока учебная база не представила вот по статей надо а это сводную писал сводному надо по статей на чтобы зарплата была активна если по статей надо а сметеру можно оставить по сводному написать один раз но она все равно будет подгружать каждый расценки здесь не важно как если один индекс сдаются по письмо можете один поставить он все равно будет к расценкам разноситься а если по статей на то напишите по статей на и поставить его 20 зарплате дата механизму 8 96 и к машинистам также 20 и к материалам 5 там чем-то у нас был да тогда по статей но и сводные по статей на смете ру будет подгружаться к расценке то есть как и было собственно говоря как теперь и по новой методике ну а 317 ему с вами говорили до затрат труда иностранных рабочих значит определяется законодательством страны строительства если наши рабочие до этого идет обзор если российские рабочие то по нашим если иностранные то по всем данным той страны уны при руне департамент благосостояние там платный значит мы берем их данные как у нас федеральная статистика вот новый 317 методик который мы ждали и а прибыли тоже новая методика в новой методике по прибыли с вами все нормы опять же что у нас привязаны к градостроительному кодексу также реконструкция ремонт снос и так далее прописано раньше этого не было в новые методики у нас перечислено конкретно прибыль на что идет на модернизации материальное стимулирование к чему как и так далее оборотные средства раньше были прочее они теперь напрямую у нас в сметной прибыли оборотные средства включены и налог на прибыль показываются как есть нормативы теперь сметной прибыли только по видам работ нет укрупненного норматива и нет фирменный остается он может быть при ресурсном методе если вы подтвердите отчетностью а вот нет укрупненного только по видам работ только по видам работ потому что итог сметы нас обязывает по видам работ конечно все делать и нормативы снижены вот видите где-то 12-15 по монтажу оборудован 15-25 опусконаладочный три раза 30 процентов нормах сметной прибыли где-то осталось на бетонные железобетонные конструкции металлические тоже остались метрополитены тоже остались даже выше стали ну вот так вот да дополнена какие-то дополнены и а вот я пропустила что нет для организации упрощенной налогообложения снят коэффициент 0 9 сметной прибыли про малый бизнес немножко выживает не даю задушить убрали вот этот понижающий коэффициент к сметной прибыли надеемся к накладным тоже но если вы применяете помните аналогичными технологическим процессом новом строительстве при ремонте 115 125 то у понижения на 0 9 и 0 85 если в любом случае до 0 85 остается только при упрощенке снят ноги вот ну и по окончании приобретете навыки самостоятельно учиться составлять сметы согласование проводить экспертизу потому что мы проверяем отвечать на вопросы и так далее это поняли на мути из мои выступления востребованы сметчики остаются вас востребованы постоянно куда без нас до бизнес аудитории довольно таки широкая но основы надо конечно все таки знать здесь мы только навык составление смет поэтому первые два уровня пройти конечно надо трудоустройство вакансий много и в том числе и специалисты уже обращайтесь потому что вакансии бывает но разбег у нас конечно разный но всегда хантуру всегда запрос есть добавить что вы по новой методике составляете да по новым нормативным документам можно в целом как бы заявить в резюме да на разные виды работ составляете разными методами и в разных нормативных фазах какие конкретно вы будете указывать уже по объектам которые мы посмотрим обучение очень научно-заочные индивидуальные вебинары открытое обучение остается уже и говорили с вами это два монитора потому что одной программы на другой какой мой примерно другой ваша программа когда работа с программами таких курсов стараемся конечно два монитора у нас есть и комплексная программа да она входит в комплексную программу необходимо конечно все вопросы какие то есть но но прежде чем вопросы я все-таки обещала вот уже вопросы были заранее показать так показать синий правильные либо ты на ресурсном методом до ресурсно методом так но у нас здесь никто больше не появился до ресурсный метод монтаж нашей металлической лестницы то что вам пост показывал базисный индекс на методом ну еще раз я вам покажу это параметры это настройки необходимо правильно учить делать соответственно 421 методиками вас чем с вами это посмотрели до посмотрели и все на выходе форма такая полноценная покажем базис на индексный индексный курс наш и лестнице да вот она лестница а это у него нет вот лестница по методике бимитой открыла вот эту данного так и называется локальный смех заражив по методике 2020 но играм из метро тоже нам обещает ее предоставить следующий группу открылись но как завтра у нас пир тоже если кому-то кто прошел понятно да а кто проходил можете подключиться у программы пирс завтра у нас вот значит это это не то нам нужно по базе по методике 21 открывается открыть в итоге вот она такая форма да у нас по новой методике метод обязательно прописано основание должно быть все показаны затраты необходимость тысячи рублей до чтобы у нас все это сводное шло строительные монтажные разделенные оборудование прочее все это в шапке перемножение индексов где у нас коэффициенты с учетом коэффициентов поправочных 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 чем не только один а ну там мало коэффициентов мало поэтому один только 15 да вот если несколько тогда стояла буду количество знаков округленную столько сколько получается вот здесь вот возможно да вот их несколько но здесь получилось 4 если было бы больше их до 7 и 7 очень редко бывает но вот если 4 вот они все равно округляются вот при перемножении вот где 3 где 4 знакам до 7 это прям редко стениками но все это показан индекс пересчета вот они видите 20 25 15 896 материалом да вот они у нас все как бы здесь представлены как бы здесь представлены да все теперь видно вот такая вот форма и все итоги показываются и материалы которые вот формирует текущий вот этот код наш конъюнктурного анализ тоже они показаны отдельно вот материалы конструкции отсутствующие в базе то есть по цене поставщика поставщика о цене поставщика а формируется но очень просто вы создаете строку сформировать шифр ресурсы вот это вот вспомогательное окно где группа который вам говорила можно изменить выбор региона пены прописывать вашего выигрывшего поставщика дату ставите из доставка или без без доставки без перевозки из перевозка все вот видите только что что найти поставщика и забить его и на и поставить стоимость и поставить стоимость текущем уровне цен а в базисном она вам сама переведет им здесь в базисном увидите те же лестницы да и потом в текущий с коэффициентом на этот материал все у вас это будет а это базисный индексный а вот ресурсный ксения да значит вы набрали гэс он не фр а гэс он набрали все виды работ которые есть у вас вот я взяла у меня замена кабель земляные потом прокладка кабель это тоже как бы ремонт и у меня в валюте полете в евро поэтому не пугайтесь дальше обязательно у вас должна стать ресурсный метод и форма вот она ресурсная смета ресурсная обязательно на панели состояние указать дальше когда вы набрали погас и поставили объемы дальше вы формируете что ресурсы сами что он говорил вы заходите ресурсы ресурсов смете параметры текущий и проставляете ставки здесь за единицу понятно что у меня евро да а вы то что вы выбрали по разряда протянули там в excel и до ставки или я вам давала тарифную сеточку на первом уровне когда домашнее задание ваша там до тарифный разряд и вы можете поставить зарплату прям там же в этом файле который вы нашли к четвертому разряду пересчитать на 1 протянуть и сюда вы уже копируете из вашего вот этого ценник его можно создать можно подключать автоматически но мы сейчас это в ресурсном это мы показываем в курсе ресурсный метод да вот как автоматически а так вот вас все-таки немного мы с вами до решили что немного будет разряда и что можно поставить вручную объема она соберет все перемножить сама с машинами механизмами то же самое вы даете машину механизм либо заменяющий механизмы если можно да как бы поменять но вот здесь вот стоит еще по старому ссылочка на конъюнктурный анализ а вообще должен стоять вот этот шифр который мы с вами пусть даже это иностранные государства все равно у них есть и н н у них есть государство и вот это все можно и доставка или без доставки все это можно проставить действовать машины часа тоже по конъюнктурному анализ культурному анализу представляете тоже в евро но рублях можно да так же а вот здесь вы представляете стоимость на единицу а здесь зарплату рабочего за машиниста классность высокая да на кранах это 9 10 разряд представляете привязка хотя должна быть дифференцирована потому что да только где механизм только где механизма например транспорте у так автомобила на авто грейдер это тоже ну вот катки допустим катки здесь поменьше чем в кранах башенах или краны на автомобильном ходу поменьше должна быть ставка конечно но делаем такой вот привязку видите зарплата машинистов не забудьте потому что вот это иногда забывает получается зарплата 0 машинистов если вы поставите вот сюда усредните или сюда у вас ничего не посчитается только где машинисты есть где их нет мы не ставим его придают кричит вот мы только ставим где есть машинисты и дальше материалы за единицу то что вы найдете тоже по конъюнктурному анализу но по каждому материалу да что делать когда будет в гистом автоматически подключаться тоже через через виды цен переопределение цен вот а так вручную ставим в общем-то или копируем из экселя вы можете скопировать отдельным разделом ставить отдельный раздел excel как и в сметеру и у вас будет вот по прайсу по ставщику который выиграл тянуту которые не учтенные какие-то не могут сюда попасть здесь припои попались брусья попали вот ненармируемых нет парафинов вот так вот представляете все и тогда она вам собирает и уже появляется стоимость появляется стоимость восемь это в евро перевести если по курс сумасшедшие деньги так и дальше обязательно с ресурсной ведомостью когда идете на печать выбираете файл но да и и итоге итоге лимитированные все остаются какие у нас не должны быть до параметры параметры и итоги до лимитированные затраты здесь мы показываем компенсацию потому что за рубежом отсутствует ндс но мы даем компенсацию на ндс вот ведь приходится формировать сами форму конечно попроще что-то но компенсационный ндс мы должны показать все равно не закупают какой мы знаем мы даем 21 процент номер по латвии хотя они могут закупить германия там по 22 вот такую компенсацию показываем а так временные если есть да там у вас к сметам глава правда сводом сметного расчета но все равно вот сюда как бы добавляете но надо смотреть внимательно в зарубежье накладные расходы вот это сметная прибыль налоги они могут сидеть в ставке но в латвии нет у них отдельно ставки и прочие затраты просто суммируем а так чистая ставка это налоги имеется ввиду доходный там круче суммируется у нас мы не суммируем у нас накладные сметные так вот накладные сметные у нас с вами идут по нашим мдс мда по видам работ вот сейчас она поменяется сметная прибыль дамы должна методика здесь могут быть и свои просто ленивые проектировщики не делают а так можно взять свой укропленный на всю смету например норматив но надо представить отчетность что по вашей организации норма составляет не 60 процентов а 80 это надо доказать отчетностью за 2 года тоже могут меняться все это ресурсный метод допускает ксения включите скажите что у вас непонятно по ресурсу заранее были такие вопросы и вообще прошу дальше писать вопросы что у вас какие вопросы остались будем закругляться у вас или вы отключились уже всех скажите вы здесь еще какие вопросы ну тени вы так все сделали скажите горит вопрос какие у вас давайте остались непонятно да и не уберется без а вы здесь вас смутило да вы берете цену без ндс в конце у вас ндс правильно в лимитировано а здесь просто строительство за рубежом без ндс на без ндс на и мы не должны платить ндс но как не платить если они закупают материалы и только цены на механизмы и на материалы они же покупают и платят ндс 21 процентов не 20 мы должны компенсировать горячки он говорил по этому поводу него было выступление насчет ндс и он часто касается этой темы что на последнем тоже 421 методика он почему-то коснулся этой темы потому что когда без ндс реставрационные работы мы тоже не облагаем налогом да по памятникам истории культуры но мы даем компенсацию ндс для россии включил мы сюда не включаем они у вас смотрите него слимитировано уже ндс выставить налоги налоги лимитированные вот здесь составить ндс а здесь мы не ставим мы ставим показаны компенсации ндс отдельно она входит в общую сумму то есть вы не выделяем а вы пишете ндс как мы с вами обычно делали до заготовить на складские только по новым они не изменились готовить на складские у нас с вами остались два процента для материалов это был испокон веков но 75 процентов для металлических конструкций дорогие и 1 и 2 процента для оборудования вот это заготовить на складские другой дел транспортные затраты транспортные затраты мы с вами можем только на оборудование поставить теперь до 3 процентов раньше от 3 до 6 это мере виду раньше было 3 до 6 сейчас только 3 процента но и раньше больше 3 особо не брали только на оборудование а материалом и рассчитываем доставку материалов у нас идут в расчете а да сам программ с метро и гранд смета они не то что лучше они востребованы всегда когда вы смотрите вакансии там написано гранд сметили свете ру конечно появилась сейчас бим 5d смета на базе гектор вот вопрос такой задают но там же проектировки черты да и сама смета нам все равно надо просматривать что там заложено что получилось то есть как оператор да все равно иногда составить легче чем проверять расценку правильно да в любом случае вы дальше не сможете работать не выполнение делать не корректировку там гадают после экспертизы вы это не сможете поэтому то что он создал вот проектировщик этот бин до 5d стыковка и в смете ру есть и в гранд смете то есть формат xml сейчас отработают скорее всего в этом формате вы будете импортировать сюда и здесь уже с этой сметы работы укрупнять например да если нам все-таки этот блок укрепления на цикла или выполнение делать и прочие всякие операции с ними а то смета только вот как бы для проектировщика вот он начертил и получилась смета но пока там обкатывается все равно это вот самый популярный до программы но зная хорошо подходы алгоритм по работе с одной программы мои ученики должны работать в любой программе но кроме 5d там особенность в любой другой программе зная последовательность алгоритм а кнопки вы уже посмотрите по справке всегда которые есть в этой программе или какие-то видеокурсы там ну вот так то есть универсальный подход должен что мы создаем объект делаем его настройку структуру выбираем базу вот эти все настройки где вне где самом документе до набираем работ ставим объемы подбираем материалы поправочные коэффициенты лимитированные затраты экспорт в excel вот эти весят алгоритм сметчик должен знать просто кнопки в программе посмотрите где объем где работа с ресурсом до какие-то особенности всегда есть встроенной справкой теперь ну сметирую в гранд смете она есть а транспортные если с учетом транспортировки мы поставим 01 а если без мы поставим 02 и отдельно расчет транспортных затрат транспортные затраты сегодня рассказал вы умучаетесь составлять вам надо схему выбрать схему экономичную оптимальную от поставщика до вашего объекта чтобы вы в объезд не поехали если вы едете в объезд везете свой груз вы да у нас такое было из одинцово не поедешь по прямой дороге одинцово с большимерными грузами надо объезжать и там получается 55 километров вместо 20 почему потому что для большие грузы не проходят по этой дороге то есть ограничение подписать эту схему согласовать оптимальную главного инженера или уполномоченное лицо это вас с расстояние вам же нужно стоимость часа получить час как у нас считается по формуле математики физики мы расстояние делим на скорость правильно расстояние вы подтверждаете схему доставки ваших материалов в оборудовании дальше скорость автомобиля какая здесь играет роль категории дороги 5 категорий дорог мы знаем да в сборнике фссц на перевозку можно посмотреть с какой скоростью по каждой дороге есть если у вас разные дороги вы разбиваете если в черте города одна если вне города другая скорость вот это все рассчитываете причем очень интересный есть момент помните в газпроме когда поставишь не ту скорость это есть возможность развернуть все ваши проекты еще два года жди в очереди чтобы вас приняли ведь они смотрят скорость стоит 50 округленный километров в час а нужно 49 там чем все до свидания поэтому вот здесь предельно аккуратно то есть у проверяющих будет возможность вернуть вам ваши дать отрицательное заключение только если вы промахнетесь в скорости какой-нибудь я уже не говорю про речные перевозки и железнодорожные воздушные тоже там предписание все должно быть каждый шаг поэтому ради бога договаривайтесь доставка включайте доставку стоимость это только для сметы вот эта документация перечислил а дальше транспортные накладные путевые листы это коробками проверяется понимаете мне однажды в госпроме была задача посмотреть путевые листы чтобы фамилия водителя не пересеклась одновременно где-то в двух рейсах эти сидела месяцами эти путевые листы проверяла правильно ли объект указан фамилии водители если он штатном расписание знаете чем закончилось я все прямо ушла тут с перевозками сложно пока не будет в гис очень сложно с перевозками но есть такие смелые которые вот проходили транспортные схемы скоростью при бюджете на так еще какой вопрос ксения вороты ндс не ставите отдельно он сверху вас накручивается ваша россия до или тоже зарубежье если зарубежье все-таки вот горячкин даже рекомендует показать компенсацию мы должны выплатить ну как он отличает компенсационного 1 с от отдельной ндс дан также отдельно считается но здесь он в цене все цена без ндс но на самом деле компенсации а москва отдельно без ндс и потом ндс 20 процентов однозначно все то есть еще вопросы тени и остальных смотрите 30 человек должно было всего сколько 6 человек 676 человек было но я думаю все таки вот эта запись записи нам поможет потом как-то будет размещен семинар и я конечно жду эта практика практика полезно все если вопросов больше нет да вы можете мне написать на почту а я почту вам показал начале у кого личная почта маиловская так вот пожалуйста почту запишите если какие-то вопросы появятся присылайте на эту почту ну мои слушатели вот почему алина на про баянской стоит нет а у нее еще курсы не еще аттестации впереди ну вот почему-то решила пропустить некоторые будет будет разговор конечно так пожалуйста вот впервые там или какие-то вопросы появятся давайте пока по этой почте все тогда спасибо вам за внимание ну тогда отключаемся жду вас жду вас на курсах на любых не только на этом но до свидания